друзья доброе утро я как всегда утром на кормление появилась бусечка я очень рада переживала где она есть бусик уже покушал он сидит костика дремает яшка не стал кушать не голодный это тоже радует бусика где-то гуляла меня сейчас волнует василий я ему давала три дня антибиотик потом перестала сейчас смотрю опять у него глаз гноится течет и слеза и гной ну хотела ему повытирать помыть но он не дается начинает огнать и угрожающе мягкоть поцарапает или укусит конечно силой это не сделаешь друзья может кто-то подскажет я ему тетрациклин таблетках раздавливала давала может быть есть какие-то еще таблетки что можно именно с корма вовнутрь потому что не ветеринарку он не дастся поехать не так я ему не уколоть я ему сейчас ничего не смогу то он лежал тогда как говорится вообще без сил я могла колоть а сейчас это нереально подскажите что можно ему вовнутрь вот какой антибиотик по принимать я еще конечно ветеринарки позвоню ну что она скажет это нужно комплексное лечение и промывать и закладывать наверно глаз мазь какую-то даже не знаю бузенька что делать нашим василием яшки тоже глаза видите ну в общем вот такие у нас дела друзья я не раз вам говорила что виктор петровский нам переселяют деньги на закупку продуктов ну и как всегда я хочу показать что я купила на рынке я купила два таких арбузика арбуза у нас по 25-30 рублей взяла два потому что центр часто не ездию пусть лежит все равно у них довода нет как завезли и так они будут продавать до самого сентября то может быть и больше дыньку взяла дынька сказали колхозница такая сладенькая дыньки по 75 рублей вот такое масло это пахучие для салатов пахнет так вообще обалденно литровая бутылочка 158 рублей по моему так дальше купила килограмм огурчиков для салата там по 40 рублей и это я взяла домашние помидорчики вот такие желтенькие вот такие розовые но они еще могут полежать помидорчики по 60 рублей сейчас я покажу вам что я купила в супермаркете так это я купила свинину кусочек здесь на 370 рублей вернее по 370 рублей мякоть на семьсот пятьдесят три рубля так это здесь кости свиные по сто четырнадцать рублей кило 800 это вот я брала кусочек тоже свинины мне сделали фарш у нас там делают фарш тоже по 370 рублей вот это вот так на вес кило 388 но на 513 рублей картошкой йогурт вот такой персиковый ананасовый сметану 25 процент два вот таких плавленых сыра паста томатная вот в таких пакетиках 4 штучки так вот такая говядины кусочек колбаска сосиски по 300 307 рублей так это так а вот сейчас скажу цену так 835 рублей это килограмм вышла на на 289 рублей вот такая докторская колбаса по 445 рублей на 242 рубля вышла дальше 3 упаковочки жвачки дадим и чтоб челюсть разрабатывать горчичный порошок 4 пакетика я буду в огурцы добавлять так лимонную кислоту сливочное масло две упаковочки вот такие 82 процента спред две упаковочки тоже 82 процента вот такой сыр российский классический ну это в чеке будет цена вот такую баночку томатной пасты кубаночка 3 упаковочки вот такие вот паштеты разные макфу вот такую большую дальше макфа вот такие спиральки мелкая лапша такая так вот такие макаронные изделия рис гречку я не брала нам давали гуманитарку у нас еще есть поэтому такое ничего не брала манная крупа растительное масло тоже у нас есть три баночки сгущенного молока вот такую геркулент вот такой смесь сейчас я вам покажу чек не знаю только на камере наведется ракурс в общем все это вышло на 5123 рубля друзья вы многие может подумайте что тут лишнее много купила можно было обойтись да здесь я бы не сказал что продукты первой необходимости у нас с виктором как с первых дней была договоренность что помимо необходимых продуктов мы могли себе купить что-то вот чтобы знаете как порадовать себя то что мы не могли просто так как говорится за демона пенсию купить поэтому друзья не осуждайте вот все что купила я все показала и чек и все как говорится это естественно продукты не на один месяц особенно мясо порежу по кусочку у меня и курица есть в общем холодильник будет забиты я не буду думать что мне нужно какие-то продукты покупать вот все у нас как говорится есть будем только если хлеб что-то такое по мелочи и больше вниманием будем уделять занятиям меньше буду я лазить по магазинам чтобы сидеть больше в квартире виктор но очередной раз мы говорим тебе слова благодарности за то что ты помогаешь нам материально на закупку продуктов хочется пожелать тебе мирного неба над головой крепкого здоровья тебе всем твоим родным близким знакомым конечно же процветание бизнеса успеха во всем что все у тебя получилось все что ты задумал спасибо тебе еще раз огромное всего всего тебе хорошего друзья также хочется сказать вам всем всем огромное спасибо за то что вы нас помогаете просто но в этом данном виде в ситуации виктор прислал деньги на закупку продуктов поэтому мы в первую очередь его благодарим но так мы бесконечно безмерно вам тоже очень благодарны за то что вы помогаете на финансовое и не только на продукты на все и на котиков на все остальное на лечение в общем и как говорится и и на отдых все спасибо вам друзья всем огромное так друзья ну получилось у меня пять баночек огурчиков они еще раскрыла они еще тепленькие сейчас подостынут и поставлю я их свой шкафчик где храню консервашку ну и как я вам обещала сказать сколько я сделала блинчиков в общем 45 в общей сложности получилось вот у меня вот кучка и вот морозилочка уже как говорится практически вся забитая там еще творог остался у меня есть вот ленивые варенички прошлого раза который мы делали остались и еще остался творог блинчиков не хватило делаю еще ленивых и вот у нас заготовочка в общем все продукты питания есть и баксик завтрак она лежит его вчера вычесывала этого и сколько много шерсти с него вылезла бабушка его щадящая так как бы поглаживала это щеточка его надо чухать давать и вот здесь сегодня на ужин у нас опять шейки бусик уже стрескал буси еще кушает яшку звала не видно и шла пушистик там меня по дороге встретил я ему дала шейку василию опять давала антибиотик буду давать вот он съел и дала ему еще шейку вон он если вам видно он сидит грызет но я стою чтоб собаки на него не накинулись наверх не стал долазить надо будет ему целую недельку давать чтобы совсем когда уже заживет вас тогда только бросать а так три дня это наверно было мало другого варианта нет все ты еще хочешь иду ищу яшку яшки нигде нет этот уже пушистик съел твою шейку еще просит надо еще дать то сейчас на бери перетащи тащи убегать друзья пока лазила там по доскам звала раньше как-то не видела там гость в общем наступила ногой на гвоздь пробила ногу надо сейчас обработать вот сантиметра на три торчал не знаю насколько я она через шлепки прошло не знаю насколько оно вошло сейчас вроде так не сильно больно чтоб не было инфекции надо ой залепить замазать вроде ходила не видела это звала так василия в общем то одно то другое друзья по 8 вечера рабочий день приближается к завершению в общем я доделала сегодня сырники вот и ленивые вареники вернее все с творогом уже все закончено сейчас морозилочку отнесу у меня как раз остается время для наконец-то перегладить все белье который я стирал все приступаю к глажке вот это вся моя кучка на коляске тут много наконец-то дошли руки из дима здесь хоть побуду телевизор немножко посмотрю погодка хорошая не жарко вечером прям так тихо хорошо свежий воздух зайдет как-то сетки растянулись вроде баксик не опирался наверно от жары да сеточка как-то кажется прям это то было вроде плотная сейчас немножечко как растянутая вставать помогать пожелать ну дима тоже своя работа есть он молодец тоже там занимается а может быть сейчас наверное сейчас ты лучше сядешь поужинать недавно и посидишь тоже уработался тебе после еды тем более надо больше сидеть сказали больше активный образ жизни вести не залеживаться так что друзья будем сейчас работать вместе друзья ровно девять вечера как ярлы все до девяти у меня отбой пока я все гладила дима все это время сидел смотрел правда боком телевизор ну сидел все поперегладила кучка завтра же буду раскладывать развешивать все ну самое главное что все я уже сделала утюг сейчас остынет отнесу доску я уже отнесла вешалка пока здесь будет это я с нее сделаю капельницу диме в общем все друзья всем спокойной ночи всем до завтра хороших всех снов она нам самое главное всем кто здесь живет спокойной самой спокойной ночи хотелось бы пожелать мирного неба над головой конечно всем пока пока до новых видео